Привет, это Зелья, ну в данном случае перед тобой Линк, и мы продолжаем после новогодних праздников с тобой наше увлекательное путешествие по лавовому городу Горнграду. Да-да-да, мы находимся на лаве, тут вот, видишь, прям течет водопад из лавы, он вниз стекает. В общем, у нас тут отличнейшие красочные жаркие пейзажи, и у нас одна проблемка. Дело в том, что у нас заканчивается Зелья, у нас еще осталось 5 минут 20 секунд, и после этого мы начнем с тобой гореть как факел, как настоящий факел, плылать. О, нифига себе, как Горнградцы умеют, ты видел? Он в колобок свернулся и покатился по горе вниз. В общем, как же и спасти нам наше с тобой положение, чтобы не сгореть в этом лавовом городе. Нам нужно с тобой вернуться в самое начало и купить еще парочку зель. После этого нам нужно отправиться на поиски ящериц, поймать несколько ящериц. Здорово. Ты чё, пират, что ли? Это старейшина-пират Горнграда. Серьезный чувак? А вместо трусов какая-то вязанка. Ну, не совсем серьезно. Ладно, предлагаю выйти из Горнграда и начать поиски... Ящерица, ящерица! Есть! Пожарная ящерица, одна найдена! Этот вид ящериц с огнеупорной чешуей обитает только в регионе Элдин. Сварите ее с органами монстра и получите зелье, которое защищает от возгорания. Хммм... Ну нет, спасибо, зелье я не буду готовить, потому что у меня есть более выгодный метод. Я просто этих ящериц обменяю на костюм. Ящерица! Ящерица, я ее вижу! Я попробую ее сфоткать, пока она не убежала. Чтобы потом настроить локатор на поиски этих ящериц. Вот она, пожарная ящерица. Отлично! Теперь заходим в наш локатор. И давай вместо жаромора мы попросим найти нам пожарных ящериц. Ух ты, ты посмотри, тут даже все расписано. Где найти? Элдинское ущелье Гора Смерти. Мы находимся сейчас на Горе Смерти, между прочим. Все, давай искать этот объект. Теперь наш локатор настроен на пожарных ящериц. И он будет пиликать, когда мы будем рядышком. И вот одну я уже вижу. Я готов к ней бежать. И... О! Это фиаско, братан! Смотри, какое интересное оружие. Надо забрать. Щебнерез. Но у него урон, конечно, не очень. Но все равно возьмем. Выглядит симпотно. Ящерки, ну где же вы? Так. Локатор запиликал. Где-то есть ящерица. Где-то неподалеку. Где-то здесь. На скалах сидит. Смотри, 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 как он катится. Как Соник! Фига себе, как они могут. А можно я его пну? Блин, нет. Пнуть не получится. Эх, и так было бы прикольно. Он катится, катится. И я ему как ускорение придал. И он полетел. Значит, возвращаемся к поиску. О, ящерик. Ящерик. Вон она. Я ее вижу. Включаем нитро, быстрее. Ну блин. Скотина. Спряталась. Побежала от меня наверх. Но ничего страшного. Локатор нашел новую ящерицу. Где-то здесь. У нас, между прочим, зелья осталось на две минуты. А я поймал всего лишь одну ящерицу. Где-то здесь, пиликает. Где-то здесь. Где же ты, ящерка моя. Слушай, а может быть по магазинам пробежаться, а? Может тут в магазинах этих ящериц продают? А я туплю. Нет, здесь нет ничего. Здесь у нас все. Здесь старейшина сидит какой-то. Похоже на забегалку. А еще плохо то, что через 20 секунд я начну гореть. О, одежда. Здесь одежда есть. Блин, это же пожарный костюм. Но денег у меня на него нет. Это печально-печаль. Капец. Зелья здесь есть у кого? Две секунды. Одна. Все. Я горю. Пора валить отсюда. Ну вот. В общем-то мы и свалили оттуда. Свалили мы в самое начало, откуда мы пришли. А именно вот с этой конюшней. Здесь как раз мы нашли в прошлой серии зелье. Очень вежливой и доброй дамы. Сейчас я ее снова найду. Гайла. По-моему это она. Да, точно. Это ты. Беру три бутылки. Шикарно. У меня с каждым разом все меньше и меньше денег. Ну и пошли искать этих пожарных ящериц. Надеюсь они нам по пути встречатся. Одну нашел. Как бы мне за ней забежать так, чтобы она меня не запалила. Слушай, а давай мы попробуем ее подстрелить. Ой, не этой стрелой. Обычной. О! Подбил. Ну-ка. Вот я... Надо было всех так подбивать и собирать. Вот я лягуха. О, еще одна, смотри. Готовченко. Ну, такими-то макарами я сейчас быстренько их насобираю. Даже гоняться за ними не нужно. О, смотри сколько их тут сидит. Фига себе. Вот это радость. Но проблема в том, что у меня стрелы закончились. Какую взять? Морозную стрелу. Сейчас заморозим ящерку. Готово. Итак. Сколько у нас там уже ящериц? Пять. Еще пять осталось. Еще одна. Все. Десять ящериц собрано. Наконец-то у нас будет с тобой пожарный костюм. Ну вот. Мы дошли до этих шахт. Еще одну ящерку поймал. Отлично. Еще одна. Ух, сколько их здесь. Капец. Можно было отсюда даже не убегать. Но в прошлой серии я здесь ни одной ящерицы вообще не нашел. А сейчас их тут куча. В общем, вот она этот чувак. Здорово. Ух ты. Пожарные ящерицы. Ты поймал мне целый десяток. Ну, о том мы чтобы договаривались. Давай скорее и получишь пожарное снаряжение. Вот, держи. Большое спасибо. Возьми, это тебе. Шикарно. Погоди. А какого лишнего ты мне всего лишь одно тело даешь, а? А где шлем, штаны? Шлем? Не. Шлем я не отдам. Я выложил за него кругленькую сумму, между прочим. Если хочешь такой же, купи сам в Горнграде. Ах ты кидала. Горнград на пятом уровне горы смерти. Просто иди на север. Ах да. Если поймаешь еще пожарных ящериц, неси мне. За каждые три штуки я заплачу 20 рупий. Сувениров много не бывает. Сам знаешь. Из пожарных ящериц и органов монстров я смогу наварить себе пожарное зелье. Да пошел ты, я не буду тебе больше ящериц таскать. Кидала. Ай, ладно. Давай хотя бы это оденем, то что он нам дал. Ого, какой я пухлый сразу. Ну, вот как-то так, слушай. Где бы мне теперь деньжат набрать, чтобы купить себе шлем и штаны? Потому что они мне по-любому пригодятся. Смотри-ка, смотри-ка, что я нашел. Тут небольшая деревня Бока Монстров. И них вон там вот наверху три ящика лежит. Смотри. Вон три ящика. Может быть в этих ящиках есть снаряжение огнеупорное. Ну, то есть пожарное. Пойдем-ка к ним сходим в гости. Ребята, здорово. О, прикинь. Это как так вышло-то? Стой-стой-стой-стой-стой-стой. Кажется, против них есть. Ха! Они настолько горячие, что от моей ледяной стрелы они просто испаряются. Так, пупсики. Пупсики. Ну-ка. Не, с этим не прокатило. А кто в меня стреляет, между прочим? Вон он. Вон тот вот засранец. Ну ладно, иди сюда, сестра наваляем. Пару плюшек. Пожарное зелье закончилось, но костюм меня защищает. Круто, хоть так. Ой, к нему, а. Оу, как он меня пнул. Не-не-не, Линк, только не пах. Дай. Черт возьми. Зацепиться можно же было за лесенку. Че пухляш? Совсем офигел. Маленький вбит. Оно падай сам отсюда. Один внизу валяется. Нифига себе, у тебя молоко. Ух, если бы мне прилетело, это было бы очень больно. Вставай, 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 вставай. Так вот вам. Готовы. Быстренько с ними расправились. Теперь поднимаемся потихонечку к сундучкам. Где они там? Вот они. Красавчики. Надень здесь что-нибудь дельное. Топос. Ништяк. Сейчас при помощи него бабла поднимем. И сможем купить шлем и прочь всякую лабуду. Рыцарский щит, огонь. Правда, мест нет. Ладно, пусть тут валяется. Каменолом. Мы выкинем вот этот щебнерез. А каменолом заберем. Здорово, бродяги. Пухляши. Я вернулся. Пойдем первым делом сбежим сразу к торгашу, который торгует снаряжением. Я хочу купить... А, нет. Я вначале хочу тебе продать. Давай поболтаем. Добро пожаловать в магазин доспехов. Твержесть шкалы. Чем могу служить? Я кое-что продаю. Что именно продаешь? Ну, показывай. У меня тут, в общем, есть пару рубинов. И сколько хочешь продать? Хочу продать три. Ну, за три шестьсот тридцать рупий дам. Пойдет. Гони бабосики. Еще что, хочешь продать? Хочу. Вот алмазик один продам. Сколько продашь? Один. Ну, пятьсот рупий дам. Отлично. Так, ну, вроде бы, вроде бы... А где топос? Я топос подбирал. И топоза. Пять штук хочу продать. За пять штук девятьсот рупий дам. Отлично. Смотри, сколько мы бабла подняли. Две тысячи триста тридцать две рупии. А чешуенно. Так, значит, теперь мы покупаем с тобой штанцы и шлемак. Крутотенечко. Одеваемся. Я сейчас буду как настоящий... О, капец. Как гладиатор. Правда, я немного пухловат в этом всем. Но еще... Еще с этим мечом герудовским. О, горных людей. Короче, вообще огонь. Теперь мне не страшно лава и вулкан. Можно прямо на гору лезть. Пойдем решать вопросы деревни. Нам нужен старейшина. Это во-первых. Здрасте. Здесь у нас гостиница. Нет, спасибо, отдыхать я не хочу. Мне нужен старейшина. Может, он здесь? О, тут, кстати, квест. Ну, где же он? Кто он? Мой братец не пришел домой. О чем он вообще думает? Что, сбежал, что ли, из дома? Если бы он хотел сбежать из дома, то не стал бы борчать. Что хочет найти какой-то секрет героя. Что же он там задумал? Секрет героя? К югу запада от озера Горка есть заброшенный туннель. Он так и называется. Туннель Горка. Там за слоем очень прочной породы скрыт секрет героя. По крайней мере, есть такой слушок. Его всем рассказывал сосед лучшего друга двоюродного брата коллеги моего отца. О, нифига себе, ты загнул. Чем гоняться за всякими выдумками? Лучше бы братец работал, как все. Офигайся. Где мой брат? Новая задача. Это, короче, святилище. Ясно, мы попробуем найти твоего братца, но потом. Когда спасем мир. Где, кстати, магазин со стрелами? Я хочу стрел прикупить. А то я все их потратил. Что тут у нас? Это соль. А, огненная стрела. Ледяная стрела. Обычных стрел здесь не нашлось. А, точно, вот же. Вот это, наверное, старейшая, ну не? Здрасте. Ох уж этот Рудания. Что случилось? Из-за него гора смерти зацепает нас с горящими глыбами. Из-за него Рудания разбушевался. Сто лет тому назад он нас защищал. А теперь от него одни убытки. Вся работа стоит. Я со счету сбился, сколько раз мы обстреливали его из пушек, чтобы в кратер загнать. Но он всегда возвращается. Ох, спина. Вы в порядке? Да просто спина болит. А ты кто будешь? Ну, я путешественник. Ой, ну чё. Ну, здравствуй. Добро пожаловать в Горнград. Меня зовут Бруду. Я тот самый Бруду, шеф Горнов, при виде которого затихают даже самые непослушные карапузы. Эээ, хотел сегодня снова загнать Рудина в кратер. Да вот спину прихватил. Где же Еноба носит, когда уже он вернется? Кто такой Еноба? Парнишка наш помогает мне Руданию обстреливать. Пошел на Северный Рудник за лекарством для моей спины и пропал. Опять, наверное, где-нибудь Баклуши бьет. Слушай, парень, если увидишь Еноба, скажи, чтоб немедленно шел ко мне. Да, фигово тебе со спиной. Чудищи ворудания. Так, значит, Еноба пошел куда-то сюда. Ты кто такой? Это обычный чел, охранник. О, Северный Рудник. Именно об этом месте нам и говорил старичина. Кажется, это он. И что сегодня все туда-сюда ходят? Слушай, даже для тебя слишком жарко. И монстров много, не ходи. А ты кто? Я-то... Я Драк. Охраняй, Рудник. Мне сам шеф Бруда велел. Просто из-за чудища ворудания тут теперь опасно. Лавы прибавилось, жарко стало, монстры набежали. Чем еще могу помочь? А ты Еноба не видел? Ты же не местный. Зачем тебе Еноба? Его шеф ищет. Сам шеф? Я все скажу, я все скажу. Еноб пошел на склад за лекарством. Только что-то его долгнеет. Там опасно. Не советую тебе за ним ходить. Чем еще могу помочь? Что это за место? Это Северный Рудник. Слышал песню. Громко бомбы мы взрываем, самоцветы добываем. Это как раз про Северный Рудник. Только сейчас добыча остановлена. Все из-за чудища воруданий. Опасно. Лава мешает, температура поднялась. И монстр прибавилось. Чем еще могу помочь? Ой, ты как заезженная пластинка. Все, пока. Ну и счастливо. Так, я надеюсь, что он меня туда все-таки пропустит. Вот так вот, если я пройду. Хе-хе. Я прошел. Интересно, это какие-то постройки, ящички с рудой. Так, в общем. Эй, это пушка шефа. Не трогай там ничего, особенно рычаг. О-о-о. Кажется, я понял, как туда попасть. Может быть, зарядиться катапультой? А? Та-а. Он говорил, не трогай, а я потрогаю путь. Опс. Ой-ой-ой, ешеньки. А тот молчит, он ничего мне не говорит. Интересная пушка, но да ладно. Короче. Есть у меня одна идейка. Мы будем лететь с тобой по гейзерам. Вон они есть. Здесь под землей бьют. Так что, блин. Это будет потная поездочка. Точнее, полет. Но мы попробуем. Опачки. Ой-ой-ой-ой-ой. Там же эти. Черти с луками и огненными стрелами. Приземлились. Теперь осталось только взобраться аккуратненько, чтобы меня не пострелили нафиг. Фух. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Запалили меня и с этой стороны, что ли? Твою ж налево. Так, хорошо. Чувствую разборки. Нам с тобой не миновать. Приехать кому-нибудь надрать зад ящерный. Сейчас летим туда наверх. И покажем им, где. Ящерицы хвостов лишается. Ничего, чудики. Котов падет. Оу-у-у. Тихо, не в лаву только. Вот эту поставку. Что случилось-то? Почему я упал? Капец. Так, попыточка номерного. Не увенчалась успехом. Попыточка номерного? Ладно, ревалий. Спасибо тебе. Ух, как было близко. Да, блин, развернись ты. Твою ж налево. Ямае, чуть параплан не сжег. Здорово. Ай! Твою ж налево. Воскрешалка сработала. Нифига себе, они тут своими стрелами как пуляют. Это было, видимо, очень больно. Так. Где мой лук-то? Все понятно? Я просерил свой лук. Готов. Мы почти с тобой поднялись на эту гору, где Юноба пропал. Кажется, он заходил сюда. О, он застрял. Смотри, он кричит. Его просто завалило камнями. Сейчас мы тебя спасем, не паникуй. Опа. Ага. Конечно. Помог я ему. Блин, ну что делать? Бедный чувак, держись. Короче, кажется, есть у меня идейка. При помощь пушки нужно разбомбить вот эту глыбу. Пушка у нас как раз есть напротив. Сейчас попробуем. Единственное, я не понимаю, как с нее стрелять. Вот в чем проблема. А во-вторых, она не так развернута. Вот если вот так вот. Странно. Очень странно. Как этой пушкой стрельнуть-то? Ааа. Что я туплю-то? Давай мы туда телебомбу закатим. Вот так вот. И все, в принципе. Теперь осталось только грамотно выстрелить. Огонь! Есть попадание! Пошли, обрадуем его. Что он теперь? Свободен! Чувак, ну что ты трясешься? Тебе уже стенку тут развалили. Монстер! Спасите кто-нибудь на помощь! Юноба. Молодой Горан. Таких не паникуй! Я тебя спасать, между прочим, пришел. Ну хотя в таком костюме, да. Можно спутить меня с монстром. Привет! Ох ты! Хайлиц! Привет! Это ты расчистил завал, да? Спасибо большое! А что ты здесь делаешь? Я Юноба ищу. Ааа! Тебя, наверное, шеф послал? Ох, хорошо. Еще раз спасибо тебе. Юноба, это я. Я пришел сюда за лекарствами для шефа, но из-за горящих глыб, которые летят из вулкана, случился завал. Вот так я оказался в западне. Кстати, а как ты завал расчистил? Выстрелил из пушки. Из пушки шефа? Ничего себе! Я думал, только шеф умеет пользоваться пушками. Ой, он же лекарства ждет. Слушай, мне надо бежать. Сходи к шефу, ладно? Он у нас строгий, но очень хороший. Может наградить тебя чем-нибудь за то, что ты мне помог. Пока. Блин, круто же они катаются. Я тоже захочу. Ну что, надо пердолить обратно к шефу. Сейчас пойдем. Короче, я так понял, что если бы я тогда сообразил, как пушками пользоваться, я бы разбомбил тут этих бока монстров только этими пушками. Ой-ой-ой, арт-обстрел. Меня хотят подстрелить, но это у них не получится, потому что я крутой пилот. И полетел я как-то не так, кстати. Фух, успел. Грамотный обстрел сделал. Подбил сразу двух ящериц. И у них тут что-то интересненькое лежит. Ого! Вот это... Ё-моё! Опять обстрел. Из вулкана. Кстати, между прочим, у них есть вагонетки. Смотри, вон там рельсы есть. И он ведет... Ай! Попал на меня. Эта вагонетка ведет... Фиг знает куда. Я думаю, что я на этой вагонетке как-нибудь покатаюсь. Ну что, эти лекарства доставили? А-а-а! Путешественник! Йеноба рассказал мне, что ты его выручил. Вот, возьми в знак благодарности. Хайлицу это пригодится, верно? Что там? Пожарное зелье три штуки? Ну спасибо, у меня в принципе уже костюм есть. Ладно, лекарства я принял. Спину вроде отпустило. Надо идти к Йеноба. Я очень уважаю Дорука. Но мне все-таки придется погонять его Руданю как следует. Кто такой Дорука? А ты не знаешь? Он был великим горном. Воином нашего народа. А-а-а! Я понял кто. Видишь статую? Это наш Дорук. Где? Не вижу статую. Сейчас повернусь. Да-да-да, точно. Это он. Сейчас я вспомню про него что-нибудь интересненькое. Вот так! Наконец-то я понял, как управлять этим чудищем. Я воин Горонов Дорук. Я никогда ни перед чем не сдаюсь. Говорю тебе, парень. Я буду управлять чудищем не хуже тех троих. Красотища. Ты только посмотри на эти скалы. Такие огромные. И очень-очень аппетитные. Не знаю, что за бедствие такое Ганнон этот. Но даю слово. Мы не дадим ему уничтожить эту землю. Верно, дружище? Ха-ха! Кстати, я слышал, король Хайрула назначил тебя рыцарем, защитником принцессы. Видимо, ты ему понравился. Молодец. Знаю. Она, конечно, порой очень строга. Могла бы и помягче. Особенно с тобой. Что это? В последний момент. Очень странно. Гора смерти не просыпалась уже не знаю сколько лет. А теперь затряслась. Даже камни падают. Неужели? Нет. Не может быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok